Эх, ты воспой, когда, Толечка, ты воспой. Енисей течет на пять тысяч верст в длину, а шириною против Красноярска верста. Берега у него глинистые, розово-красные, и имя оттуда Красноярск. Про нас говорят Краснояры сердцем яры. Сибирь, западная плоская, а за Енисеем у нас горы начинаются, к югу тайга, а к северу холмы. Горы у нас целиком из драгоценных камней, порфир и яшма. А на Енисеи острова Татышев и Атаманский. Этот по деду назвали. И кладбище над Енисеем с могилой дедовой. Красивую ему могилу купец сделал. Твое казачество более чем двухсотлетнее. Со всех сторон я природный казак. Донские казаки Суриковы вместе с Ермаком Сибирь покоряли. После гибели Ермака в Артыше они пошли вверх по Енисею и в 1622 году основали Красноярские Остроги. В Сибири народ другой, чем в России. Вольный, смелый, мощные были люди, сильные духом. Размах во всем широкий. Но жизнь в Сибири жестокая была. Нравы жестокие были. Казни, телесные наказания на площадях публично происходили. Бывало, идем мы, дети из училища. Кричат, везут, везут. Мы все на площадь бежим за колесницей. Палачей дети любили. Мы на палачей, как на героев смотрели. По именам их знали. Какой Мишка, какой Сашка. Рубахи у них красные, борты широкие. Они перед толпой по и шафоту похаживали, плечи расправляли. Геройство было в размахе. Меня всегда красота в этом поражала. Сила. Черный шафот. Красная рубаха. Красота. Детские впечатления в жизни любого человека самые яркие, самые сильные. Тем более у таких могучих натур художественного склада, какой, несомненно, обладал Василий Иванович Суриков. Сегодня многое из того, что видел маленький Вася в детстве, покажется, наверное, ужасным и диким. Но именно так формировался характер будущего большого художника. Именно эти впечатления преобразятся позже в мощных образах его картин. КОНЕЦ КОНЕЦ До 1825 года Суриковы простыми казаками были. А потом офицеры пошли. Все сотники, десятники. Подполье у нас в доме было полно казацкими мундирами, еще старой екатерининской формы. А дед мой, Александр Степанович, был полковым атаманом. Его я маленьким только помню. Он в 1953 году помер. Помню раз сказал. Шейте-ка, Вася, шинель. Я его с собой на парад брать буду. Семья была богатая. Старый дом полный. Двор мощеный был. У нас тесанными бренными дворы мастят. Там самый воздух казался старинным. И иконы старые. И костюмы. Отец художника Иван Васильевич был сотником. Но рано вышел в отставку и служил в канцелярии губернского управления в земском суде и казенной палате. У него были отменные музыкальные способности. Он прекрасно пел старинные казачьи песни. Мать Прасковья Федоровна происходила из казачьего рода Таргашиных. По их родовому имени и была названа станица на противоположном Красноярску в высоком берегу Енисея Таргашинская. Со стороны матери в кровь Сурикова влилась иная Русь. Былинная, древняя, со старинным укладом, наполненным покоем и тишиной. И страсть к творчеству, художественность оттуда же. Очень рано одолела Сурикова страсть к художеству. На стульях Сафьяновых рисовал, пачкал, за что и примерное наказание получил. Очень я по искусству тосковал. Мать такая у меня была. Видит, что я плачу. Горел я тогда. Так решили, что я пойду пешком в Петербург. Этому путешествию предшествовал ряд событий, сыгравших решающую роль в судьбе Сурикова. Первые уроки живописи он получил в уездном училище. Рисунки Сурикова понравились губернатору Замятнину. Он переслал их в Петербургскую академию художеств, откуда был получен ответ, что юноша заслуживает по своим работам быть принятым в академию. Золотопромышленник, городской голова Петр Иванович Кузнецов сказал, что все расходы берет на себя. Ничего ведь я и не знал, что Кузнецов обо мне знает. Он ко мне в церкви подходит и говорит, я твои рисунки знаю и в Петербург тебя беру. Я к матери побежал. Говорит, ступай, я тебя не запрещаю. Я через три дня уехал. Кузнецов рыбу в Петербург посылал. В подарок министрам. Я с обозом и поехал. В тулупчике мне холодно было. Коченело весь. Вечером, как приедешь, пока еще отогреешься. Водки мне дадут. Потом в пути я себе доху купил. Петербургская жизнь закрутила, захватила Сурикова. Учеба в Академии, дружеские пиры и посиделки. В Академии он работал со страстью, стараясь впитать все, что было возможно. Еще в Сибири в снимках картин со старых мастеров его больше всего волновала законченность композиции. И он приучался всюду ее видеть и наблюдать в природе. В Академии он и занимался больше всего композицией. На улицах всегда наблюдал группировку людей, а по возвращении домой сейчас же зарисовывал, как они комбинируются в натуре. Приучался ценить случайность. Замечал то, что нельзя выдумать. Товарищи по Академии смеялись над этой страстью и звали его композитором. К концу обучения Сориков получает аттестат Академии художеств. А в 1875 году Совет Академии присуждает ему звание художника первого класса. Блестящее академическое образование включало в себя и овладение религиозными сюжетами. И вот талантливый выпускник получил заказ на роспись храма Христа Спасителя в Москве. Четыре живописных панно из истории Вселенских соборов. Перебравшись в Москву, Сориков стал работать с упоением. Расписывая храм, он создавал монументальные панно на библейские темы. Выполнил их блестяще. Его работа не осталась незамеченной. И вот первые крупные награды. Золотая медаль и орден Святой Анны Третьей степени. Кому неприятны такие знаки внимания? Но Сориков отказался от монументальной декоративной живописи. Его привлекало другое. Москву он полюбил. Здесь он погрузился в гущу народной жизни. И, как он говорил, встал на свой путь. Теперь он был вольным художником. И больше не выполнил ни одной работы на заказ. Интерес к истории древней Московской Руси соединился в его душе с мощными сибирскими впечатлениями. Так появилась его Бояриня Морозова, которая потрясла современников. Что стоило только высказывание знаменитого критика Стасова, когда он увидел картину Бояриня Морозова. Сориков создал теперь такую картину, которая, по-моему, есть первая из всех наших картин на сюжеты русской истории. Выше и дальше этой картины наше искусство, то, которое берет задачи изображения старой русской истории, не ходило еще. Было в Москве что-то гораздо больше напоминавшее мне Красноярск. И как забытые сны стали все больше и больше вставать в памяти картины того, что видел в детстве, а потом и в юности. Не мог он позабыть своей родины, могучей Сибири. В письмах просил мать прислать ему пирожков с черникой и черемухой. Часами говорил о Сибири с товарищами. Хоть и редко случалась оказия, но все же вырывался в родные пенаты. Вдыхал полной грудью чистейший сибирский воздух. Прошло 10 лет. Пришла беда, отворяй ворота, гласит старинная русская пословица. Настеж распахнул двери своей некогда счастливой московской квартиры Василий Иванович Суриков, когда весной 1888 года выносили оттуда в последний далекий путь его Лизоньку, любимую жену, сердечного друга. А потом выкинул через эти же двери всю мебель, напоминавшую о прежней складной жизни. Только детскую не тронул. В мастерскую поставил стол со стулом на сундук с этюдами. Все лучшие доктора Москвы лечили. Да, Богу нужно было исполнить волю свою. 8 апреля в 2,5 часа в пятницу на пятой неделе Великого Поста Ее голубки не стало. Страдания были невыносимы и скончалась, как праведница с улыбкой на устах. Она еще во время болезни всех простила и благословила детей. Ни сочувствия, ни участия Сориков не терпел и не принимал. Только вспоминал другую счастливую весну 1877 года, когда он впервые осмелился представиться своей избраннице. И свадьбу в январскую стужу 1878 года вспоминал. Его Лизонька была наполовину француженкой. Отец ее женился на дочке Декабриста, принял православие и перебрался на жительство в Россию. Лизонька позировала Сорикову, когда он работал над картиной Меньшиков в Березове. Меньшиков в Березове. Только к чему это все теперь? 14-й день, как она умерла. О, страшная! Беспощадная эта болезнь порог сердца. Покуда она была больна два месяца, я сам за ней ходил за голубушкой. Все ночи не спал. Да не привел Бог мне выходить ее, как она меня восемь лет тому назад выходил от воспаления легких. Жизнь моя надломлена. что будет дальше и представить себе не могу. Отчаяние сменялось взрывами слепой ярости. Писать Сориков бросил, как казалось ему, окончательно и бесповоротно. Перебирая прежние рисунки и этюды, безжалостно уничтожал те, которые казались ему фальшивыми и неверными. И некому было остановить его. Однако о детях художник не забывал. Он заменил им и мать, и гувернантку, и няньку. Даже к портнихе водил и просил. Только шейте так, чтобы подолы не отвисали. А то ведь сразу сироток видно. Но возвращались они все в тот же пустой холодный дом. Годичек трагедии безучастными не остались. Приехал из Сибири младший любимый брат Саша и предложил Василию поехать годика на два в Красноярск, в родные с детства места. Может, горе твое Енисей-то и смоет? И вот он опять в Сибири. Ничто на этот раз не радует его. Суриков продолжает корить себя за то, что уговорил однажды свою Лизоньку поехать к нему на родину. Тогда Третьяков купил Боярину Морозову за 15 тысяч рублей. И можно было осуществить мечту поехать в Красноярск со всей семьей. Суриков не мог не понимать, что мать его, старая казачка, будет не в восторге от его выбора. Женщинам старого уклада просто не могли понравиться разные там парижские штучки. Они не ссорились, но между ними всегда стояла прочная стена непонимания. А потом была тяжелая дорога обратно в Москву. После поездки состояние здоровья жены резко ухудшилось. Недаром так не хотела она ехать в Сибирь, подобно той самой княжне Марии Меньшиковой, в образе которой она позировала мужу. Словно спасаясь от этих горестных воспоминаний, Суриков любил смотреть на Енисей, все больше погружался в прошлое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 по родной Благовещенской, где дом отчий стоял. Подходил к церкви всех святых, где сразу после рождения его крестили. Вспоминал, где кто из родичей жил, которых он на первой своей большой картине «Утро стрелецкой казни» запечатлел. «Когда я стрельцов задумал, у меня все лица так и возникли, и цветовая раскраска вместе с композицией. Я ведь живу от самого холста, из него все возникает. Стрелец с черной бородой. Это Степан Федорч Таргашин, брат моей матери. А бабы, это, знаете ли, у меня в родне такие были старушки, сарафанницы, хоть и казачки. А тот, что кланяется, это ссыльный один, лет семидесяти. Помню, шел, мешок нес, раскачивался от слабости и народу кланялся. Я не понимаю действий отдельных исторических лиц без народа, без толпы. Мне нужно вытащить их на улицу. Идеал исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства. Она же дала мне дух и силу и здоровье. Сибирь с детства. Бурлящий поток Енисея стремительно уносил прочь дурные мысли. Чистый ядреный воздух кружил голову. Память детства возвращалась к Сорикову в образах, которые, казалось, так и просятся на холст. Первое, что у меня в памяти осталось, это наши поездки зимой в Таргашинскую станицу. Вот на том берегу я в первый раз видел, как городок брали. Толпа была, городок Снежный и конь черный прямо мимо меня проскочил. Помню. Я потом много городков Снежных видел. А жила вдруг перед глазами Василия Ивановича эта картина. Горячей радостью обожгла душу. Вдруг появилась, ушедшая было в никуда, желание работать, писать, рисовать. А тут еще брат Александр постарался, подговорил парней из села Ладейки, построить настоящую снежную крепость. И казак нашелся, который потом на эту крепость налетал. Я как бы встряхнулся. И тогда драм к большой жизнерадостности перешел. У меня всегда такие скачки к жизнерадостности бывали. К воспоминаниям детства вернулся. И написал тогда бытовую картину «Городок берут». И конь черный прямо мимо меня проскочил. Верно. Это он у меня в картине и остался. В снежном городке я написал то, что сам много раз видел. Мне хотелось передать в картине впечатление своеобразной сибирской жизни, краски ее зимы, удаль казацкой молодежи. Картина взятия снежного городка будто пробудила художника. Желание жить и работать нахлынуло на него с непреодолимой силой. Пришло исцеление. Работалось легко, как никогда раньше. Суриков сумел победить свою боль. И в этом была заслуга родного края. Я начал Ермакал. Читал историю о донских казаках. Мы, сибирские казаки, происходим от них. Потом уральские и гребенские. Картина сама мне так представилась. Две стихии встречаются. А когда я потом уж кунгурскую летопись начал читать, вижу, совсем как у меня, совсем похоже. Кучун ведь на горе стоял, там у меня скачущий. Со всей серьезностью подошел Суриков к задаче изобразить один из ключевых моментов русской истории. Покорение Сибири Ермаком. Вместе с дочерьми отправился в длительное путешествие по сибирским рекам. Всюду стараясь выискивать типажи для будущей монументальной картины. В Тобольском музее он тщательно изучал предметы быта коренных обитателей Сибири. Мы возвратились из поездки по Дону. Я написал много этюдов, все лица характерные. Увижу что-нибудь поразившее внимание, сразу ярко замечу во всех подробностях, а потом стоит только припомнить, и оно как жилое перед глазами. Должны быть донские казаки при завоевании Сибири и облюбовали для поселения места, напоминающие отдаленную родину. Меня казаки очень хорошо приняли. Картина стала событием на 23-й выставке «Товарищество передвижников». А в марте 1895 года Совет Академии художеств присудил Сурикову почетное звание академика. Картину мою «Покорение Сибири Ермаком» приобрел государь. Когда я зашел на обед передвижников, все мне аплодировали. Был также устроен вечер в мастерской Репина, и он с учениками своими при входе моем тоже аплодировали. А меж тем скорбная весть летела к Сурикову из родной Сибири. 4 февраля 1895 года ушла из жизни мать художника Прасковья Федоровна. Получив эту весть, Суриков, бывший в мастерской, упал грудью на стол. Плечи его содрогались от рыданий. Субтитры создавал DimaTorzok Милая, дорогая матушка, нет ее нашей бабочки. Господи, не оставь нас и помяни ее, Господи, во царствие Твоем. Она достигла царствия Божия своей труженической жизнью, милая наша. Я заберусь в угол, да и вою. Ничего мне не нужно теперь. Ко всему как-то равнодушен стал. По всей земле исходи, мамочки не встретишь. Недаром я ревел, как выехала с Красноярска. Сердце мое сразу почувствовало, что я ее больше не увижу. Субтитры создавал DimaTorzok Сколько бы ни было человеку лет, пока живы родители, хоть кто-нибудь из них, он все равно чувствует какую-то защиту. Будто от смерти охраняет его предыдущее поколение. Теперь Суриков остался один на один с судьбой. Субтитры создавал DimaTorzok На следующую, 24-ю передвижную выставку он не представил новых работ. Лишь отюда к покорению Сибири Ермаком и еще кое-что. КОНЕЦ Мало-помалу возвращалось желание работать. Картина «Переход Суворова через Альпы» стала очередным этапом в героическом цикле Сурикова. Казалось, уж в этом полотне казачеству места нет. Однако и тут художник без родных сибирских казаков не обошелся. Суворов у меня с одного казачьего офицера написан. Он и теперь жив еще. Ему под 90 лет. Но главное в картине – движение. Храбрость беззаветная. Покорное слово полководца – идут. В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины – угадывание. Если только сам дух времени соблюден, в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда все точка в точку – противно даже. За переход Суворова через Альпы ему пожаловали орден святого Владимира IV степени. Он стал почетным членом общества художников под покровительством Марии Федоровны. Но страстная и чуткая душа Сурикова, его упрямая казачья натура, никогда не терпела фальши, общих мест, мнения самовлюбленной толпы, присваивающей себе право знатоков и ценителей искусства. В 1906 году Суриков выставил новую картину – «Степан Разин». Это была последняя крупная работа, которая представляла публике колоритные народные лица. По бескрайним волжским просторам плывет челн с атаманом и его ватагой. Нет здесь только персидской царевны. Подгулявшая ватага шумит и веселится. А Степан Разин невесел, он погружен в глубокую думу. О своей загубленной жизни или о неизбежности жестокого будущего. Он суров и одинок. За его думами угадывается одиночество самого художника, который так вживался у своего героя, что примерял на себя сшитую специально для него одежду – кафтан, сапоги, шапку. После двух роковых потерь жены и матери Сориков не делал попыток наладить заново личную жизнь. От предложений преподавать в училище живописи вояне и изотчества и даже в Академии художеств он отказался. Не раз замечали современники, что ему был свойствен дар уединения. Он стоял особняком в творчестве, не поддаваясь ничьим влияниям. Он был природный казак. Жесси Иисуриков – казак-рюс. Так представлялся он во время зарубежных странствий. Русский казак и великий художник жили в его душе неотрывно до тех самых пор, когда перед смертью 6 марта 1916 года он произнес «Я исчезаю». Но остался навечно на его полотнах край, который породил его и которому он не изменял всю жизнь. Кажется, сама природа создала Сурикова для того, чтобы он бунтовал вместе с непокорными стрельцами, покорял вместе с Ермаком Сибирь, штурмовал Альпийские высоты вместе с Суворовым. Но судьба вручила ему вместо казацкой шашки карандаш, вместо казацкого копья кисть, чтобы он, создавая свои полотна, пережил в душе все эти ключевые моменты народного подвига и передал их нам на холсте без фальши и прикрас. Сибирь под Енисеем страна полной большой и своеобразной красоты. На сотни верст девственный борт тайги с диким зверьем, таинственные тропинки вьются тайгою десятками верст и вдруг уходят в гебри скалистых гор. В такой обстановке сибиряк стал особым человеком с богатой широкой натурой, с большим размахом во всем и в труде, и в разгуле. Здесь русский человек сохраняет типичные свои черты, давно стершийся с него по сью сторону Урала. Музыка 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 Музыка